Для участия в чемпионате Краснодарского края теннисисты приехали с самых дальних рубежей. Проявить себя в Сочи решили спортсмены из Улан-Удэ, Уфы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Черкеска. Кубань представляют ребята из Горячего Ключа, Усть-Лобинска и Сочи. Участников поделили по возрастам. Взрослые претендуют на звание победителя открытого чемпионата края, а вот теннисисты помладше 9 и 10 лет борются за призы заслуженного деятеля физической культуры России Бориса Конюшкова. Известный сочинский тренер лично поприветствовал участников соревнований. Теннису он отдал порядка 30 лет. Турнир имени себя, говорит Борис Алексеевич, вызывает чувство неловкости. Но в то же время отмечают, молодежь должна знать своих героев. Заслужил я, не заслужил это решать всем остальным, которые рядом находятся. Так практически я, конечно, доволен. Естественно, мне приятно, что этот турнир проводится, тем более детский проводится. И они должны ориентироваться. Вот такие у нас есть замечательные спортсмены. Их выросло мастеров у нас более 40, при мне, более 40 мастеров спорта, которые выросли в моей школе. Место есть одно. Какое? Первое. И надо к нему стремиться. Два теннисных турнира – не просто борьба за баллы и рейтинги, отмечают организаторы. Это своеобразный отборочный тур на соревнования более высокого уровня. Впереди всероссийский турнир в Казани и из Спартакеа до России. Смотрим, что у нас не хватает, что у нас получается. И лучших, конечно, будем выбирать. А я могу сказать, лучше у нас 10 человек, а надо 3 взять. Для 10-летней Сочинки Марии это уже пятый турнир. Теннисистка успела поучаствовать в крупных турнирах Новороссийска и Краснодара. Ученица Лазаревской спортшколы в будущем видит себя на Умблдоне. Равняется Маша на своего кумира Елену Веснину. Кстати, прославленная Сочинка сегодня боролась за победу на том самом Умблдоне. Одновременно с сочинским турниром в Лондоне проходил самый престижный турнир в мировом теннисном календаре. Первых мест еще нет, но хочу добиться уже выиграть. То, что спортсмены здесь собрались достаточно сильнее, отмечают и главные судьи турнира. Решающим может стать каждый гейм и каждый сет. Имена победителей назовут 5 июля. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.